Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели и, соответственно, на очередном брифинге, который посвящен оценке фундаментальной ситуации, сложившейся в рамках прошлой торговой сессии. Начнем мы традиционно с описания того, что случилось с нефтью. В частности, клост вчерашнего дня 48.21, сейчас актив торгуется на уровне 47.24. Практически 5% снова набрал бренд с тех минимальных двухмесячных минимумов, которые мы наблюдали в начале, собственно, этой недели. Настроение в связи с этим немного ухудшилось, но все-таки разбор полетов, оценка и анализ тех факторов, которые стали причиной роста, оставляют надежды на то, что трейдеры и оптимисты, и, соответственно, покупатели, несколько перестарались, собственно, с заведением этого актива так высоко. Потому что фундаментальная картина, она, честно говоря, не просто не изменилась, а вот благодаря даже вчерашнему протоколу, отчету ОПЕК, у нас есть дополнительные сигналы о том, что наша позиция, которая предполагает ослабление нефти в перспективе ближайших месяцев уход ниже 45 долларов за баррель, она как раз абсолютно оправдана. Если разобраться в причинах повышенного интереса с точки зрения длинных позиций по нефти вчера, это все-таки публикация отчета ОПЕК, согласно которому трейдеры стали обсуждать, собственно, заявление о возможности роста спроса на нефть и снижения предложения по итогам 2017 года. В частности, ОПЕК также отчитался по количеству произведенной нефти в рамках прошлого месяца. Вы помните, что у нас буквально в начале этой недели мы возвращались с вами к статистике и отчету Плаца. Согласно этому обзору, производство нефти в ОПЕК за прошлый месяц выросло на 300 тысяч баррелей в сутки. Собственно, ОПЕК подтвердил, практически подтвердил эту цифру, на самом деле прирост составил 264 тысячи и, соответственно, общая планка выработки доведена до уровня 32,86. Хочу сразу отметить то, что 32,86 миллиона баррелей – это производство совокупное, общее в рамках всего ближневосточного картеля. При этом на текущий момент спрос составляет всего лишь 31,9 миллиона. То есть, у нас серьезное уже расхождение. И ОПЕК почему-то считает то, что в 2017 году производство нефти будет сокращаться, а спрос вырастет больше, чем до 33 миллионов баррелей в сутки. Причины, которыми они аргументируют эту позицию – это рост мировой экономики и снижение объемов производства в Канаде, как следствие пожаров в Альберте, о которых мы еще практически два месяца назад говорили и уже оставили в истории. Поскольку этот фон уже несостоятелен. Поэтому оценка этих заявлений указывает нам на то, что ОПЕК несколько перемудрил. Возможно, они не обращают внимания на то, что происходит с мировой экономикой за пределами ОПЕК. А на это обращать внимание нужно и в обязательном порядке. Потому что даже факт выхода Англии из состава ОПЕ сейчас практически всеми, без исключения, воспринимается как тот самый фундамент, который может стать причиной снижения спроса на энергоресурсы из-за удручающего в перспективе состояния промышленных секторов. Плюс ко всему, мы уже получили прогнозы ряда рейтинговых агентств, Всемирного банка, Международного валютного фонда о том, что мировая экономика в 2017 году просядет как минимум на 0,2%. О каком тогда росте может идти речь? И что касается предложений, если ОПЕК зацепился за Канаду как первую причину возможного сокращения производства на 1 миллион баррелей в сутки, я хочу сразу отметить то, что в Канаде уже функционирует практически в полной мощности заводы, которые ранее были приостановлены, работа по причине пожаров. И плюс ко всему, у нас есть еще регионы, которые создают риски для роста предложений. Вы помните, это Ливия, вы помните то, что это Нигерия, и мы не забываем о том, что объемы выработки будут продолжать расти и в рамках отдельных, особенно отдельных государств самого ОПЕК, это прежде всего Саудовская Аравия и Ирана, которые продолжают из месяца в месяц поднимать планки производства, доведя вот текущие показатели до многолетних максимумов. А Иран и вообще стремится пробить планку 4,2-4,3 миллиона, то есть это может оказаться чуть ли не историческим значением. И пока от этого желания и собственно потребности расширить собственную долю на рынке они еще не отказываются. Поэтому возвращаясь к идее того, стоит ли нам сейчас питать иллюзии по поводу 2017 года, стоит ли прогнозировать рост мировой экономики тогда, когда все указывает на то, что спад продолжится, стоит ли нам говорить о том, что предложения будут сокращаться тогда, когда ключевые игроки продолжают разгонять объемы производства. Я думаю, что это риторические вопросы, которые не требуют ответа. Но в любом случае понятно то, что расхождение между спросом и предложением, оно уже сейчас очевидно и в 2017 году может только усилиться. Помимо прогноза и отчета ОПЕК, вчера трейдеры обратили внимание на статистику по запасам нефти в США по версии ОПЕК. Собственно запасы выросли, вопреки ожиданиям мы делали ставку, то что исходя из сезонного фактора можно будет поставить на сокращение, но запасы на самом деле прибавили. Но в целом рынок практически, я надеюсь, никак не отреагировал на этот новостной и статистический фактор. И может быть это только подтверждает наше предположение о том, что сейчас трейдеры уже менее чувствительны к статистике, которая имеет более-менее сезонный такой подтекст по прогнозу. И если это так, то сегодня мы безусловно продолжим еще следить за запасами уже по версии именно Энерго США, администрации энергетической информации. Но я думаю, что для трейдеров, для участников рынка по-прежнему определяющими могут остаться прежние факторы, которые указывают и позволяют делать ставку на потенциальные снижения спроса из-за спада мировой экономики, как следствие распада и развала Европейского Союза. Ожидание слабой статистики по Китаю. Вот буквально через 24 минуты выйдут данные по торговому балансу. Если есть возможность, пожалуйста, последите. Но я думаю, что мы увидим еще одно подтверждение спада, сокращение экспорта и импорта. И уже в пятницу, когда у нас будет возможность оценить ситуацию по росту ВВП, промышленному производству, капиталовложения в народное хозяйство, у нас будет еще целый блок слабых отчетов, который укажет на то, что экономика Китая продолжает снижаться. Что создаст риски, соответственно, и для показателей спроса на энергоресурсы, но и риски для всех рисковых инструментов. Не только от товарного рынка, но и валютного рынка Форекса тоже. Ну и, безусловно, мы ждем также отчет Бейкер-Хаджес в эту пятницу. Думаю, что тенденция роста количества буровых сохранится, что может стать дополнительным фактором давления на нефть. Поэтому на вчерашний выпад не обращаем внимания. Да, неприятно снова констатировать уровень выше 48 долларов за баррель. Но у нас общий новостной фон указывает на то, что прежняя коррекция, она была не случайна. Она базировалась на четком фундаменте. Этот фундамент еще сохраняет, собственно, свою емкость. И мы продолжим его анализировать, следить за дополнительными сообщениями. А сейчас ставим, как и ранее, на то, что бренд в ближайшие дни все-таки пробьет. По крайней мере, доберется до поддержки 45 долларов за баррель. Российская валюта 63.96. Рынок буквально замер на, собственно, российской валютной секции. Очень странно, учитывая то, что рубль обычно характеризовался как один из самых волатильных инструментов в развивающемся рынке. Но сейчас мы видим, как позитивные тенденции, характерные для российского фондового рынка, собственно, они подогревают интерес к рублю. А вот что касается негативного фактора, то оснижение нефти как раз и создает еще большую возможность для девальвации. Остается дождаться, какой из этих фондов перевесить. Но я думаю, что это также иторический вопрос. Безусловно, нефть. И то, что возвращение нефти в район 45 долларов за баррель может стать сигналом того, чтобы рублю также необходимо было уже отступать против основных конкурентов. Не обращая внимания на текущие котировки, знаем то, что справедливое значение с учетом даже актуальных цен на нефть 48 долларов за баррель. Это выше 65, но уж тем более, когда мы подойдем к 45, тогда рублю уж придется двигаться еще выше. Европейская валюта против доллара. Вчера мы видели достаточно выраженную, динамичную бычью сессию практически до самого конца торговой сессии. Уже хотел было сегодня охарактеризовать ее как весьма неплохой день для евро. Но, думаю, вы все видели закрытие, которое позволяет нам говорить о том, что прирост в рамках вчерашней торговой сессии оказался буквально символичным. Сейчас котировки 1.1064 и мы по-прежнему видим то, что поддержка 1.10 снова находится рядом. Причина повышенного спроса на рисковые инструменты кроется в положительной реакции трейдеров на факт снижения политической неопределенности в Ванге. Вчера трейдеры сначала обсуждали новость, согласно которой Андрея Лидса, чью кандидатуру рассматривали в качестве наиболее вероятной на пост главы консервативной партии, сняла, собственно, свою кандидатуру с этой гонки. И тут же трейдеры обратили внимание на другое сообщение, согласно которому Тереза Мэй стала лидером консерваторов. И на текущий момент именно ее позиционируют, а возможно даже кто-то активно лоббирует в качестве возможного премьера-министра, который может быть назначен уже даже в ходе сегодняшней торговой сессии. Я напоминаю то, что когда случился сам факт Брекзита, когда Кэмерон подал в отставку, мы говорили о том, что нам придется дождаться весенних выборов, соответственно, в парламент. И поскольку до этого еще несколько кварталов мы готовились к тому, что мы погружаемся, собственно, в период неопределенности на столь продолжительный интервал времени. И страна в течение Англии этого периода будет находиться без руководителя. Тот факт, что премьер-министр может быть назначен уже сегодня, ну или по крайней мере на днях, разумеется, снижает вектор этой неопределенности. Говорит о том, что Англия будет адаптироваться к новым условиям, будучи самостоятельным и автономным государством, уже, скажем, с непосредственным руководителем. Это хороший сигнал, который, я надеюсь, вчера выступил ключевым фактором спроса на риску инструмента. Но в отношении фунта, вы все сами прекрасно видели, фунт оказался чуть ли не самым динамично растущим активом в рамках торговой сессии вторника. Из других новостных факторов в статистике вышли данные по индексу потребительских цен в Германии. В частности, как и ожидали трейдеры, статистика совпала и с прогнозом, и с прошлым отчетом, который мы наблюдали в прошлом месяце. 0,1% это прирост в месячном выражении, 0,3% в годовом. Сегодня из европейской статистики я предлагаю обратить внимание на динамику промышленного производства. Этот отчет будет ввлекован в 12.00 по московскому времени. Но, учитывая то, что на прошлой неделе мы получили очень слабые цифры по аналогичному сектору Германии, ведущего локомотива валютного блока, я считаю то, что нам не нужно питать оптимистичных иллюзий по поводу того, что статистика может превзойти ожидания и покажать сегодня хороший отчет. Я думаю, что статистика будет снова плохой, как и в целом в прошлой релизе по еврозоне. И, соответственно, эта статистика может стать причиной ослабления европейского валютного актива. Но главный фактор, который будет толкать евро все-таки к поддержке 1.10, это ожидание того, что вслед за другими регуляторами, может быть, за Банком Японии, Банком Англии, которые по хронологии у нас впереди, последует Европейский Центральный Банк со своим решением снижения процентных ставок, либо решения программы QE. В общем, ждем слабости для евро и ждем тестирования поддержки 1.10, как и в начале этой недели. Фунт против американца. Сейчас котировки 1.3316, хай был даже выше 1.3335. Фунт вчера показал просто колоссальнейший рост причин, опять же, кроется в снижении политической неопределенности. Но я думаю, что настроения трейдеров также повлияли и комментарии председателя Банка Англии Марка Карни, который дал понять, что регулятор обладает достаточным потенциалом ликвидности, ресурсами финансовыми, для того, чтобы противостоять последствиям выхода Англии из состава ЕС, для того, чтобы поддерживать показатели фондирования и сдерживать, собственно, все риски, которые могут возникнуть. То есть, соответственно, поддерживать стабильность всей финансовой системы. Я допускаю также, что на настроение трейдеров повлиял и фонд, связанный с тем, что в ходе выступления Карни буквально ни слова не обронил по поводу предстоящего решения, которое, собственно, может быть анонсировано уже завтра, по поводу снижения процентной ставки. Трейдеры настраивались на то, что Карни может дать сигналы, соответственно, создать условия для локальной распродажи, разгрузки вот уже до самого заседания в четверг. Но, к сожалению, этого не произошло. В любом случае отказываться от того, что Банк Англии может снизить процентную ставку, ни в коем случае сейчас не стоит. Если поста фактум четверга мы получим свидетельство того, что Банк Англии решил пока повременить с мерами экономического стимулирования, тогда уже последим за актуальной ситуацией, которая сложится на валютном рынке. Я думаю, что в политическом вопросе тоже будет больше конкретики. И, исходя из этого, будет не лишним уже даже поискать возможности даже для покупок британца. Но я пока о покупках этого актива говорить не хочу, поскольку верю искренне, что ставку снизить на 0,25%, и поскольку это радикальный шаг, он может стать причиной такого же резкого ослабления фунта, собственно, как и тот рост, который мы наблюдали в рамках вчерашней торговой сессии. В общем, продолжаем следить за новостным фоном, который касается Англии. Волатильность будет оставаться бешеной. Вы должны соблюдать все правила риск-менеджмента, если торгуете британцем, поскольку мы видим, как пара очень легко может ходить за очень короткий промежуток времени более чем на 100 пунктов и вверх, и вниз. Позиционирование остается по-прежнему медвежьим, поскольку мы настраиваемся на снижение ставки. Я думаю, что в этот четверг мы получим сигнал, который позволит нам распродавать фунт и, собственно, позволит снова закрепиться в паре фунт-доллар ниже поддержки 1,30. Доллар японская иена. Здесь в целом видим то, что повышательный тренд сохраняется, но новостная картина при этом практически ничуть не изменилась. В частности, если говорить про фундаментальную картину. Мы знаем то, что на выходных состоялись парламентские выборы. Победу снова одержала партия либералов во главе с Синза Абе. Собственно, Синза Абе в понедельник отметил то, что экономическая политика Японии будет оставаться по-прежнему сверхмягкой. И трейдерам стоит готовиться к новому шагу мер экономического стимулирования. В этот раз эти стимулы могут быть проявлены через решение программы количества смягчений как минимум на 10 триллионов иен в год. Этот фонд тут же стал причиной резкого давления на японскую валюту. Ну а доллар в связи с этим выиграл. Тем более, что американец продолжает получать поддержку от статистики еще пятничных non-farm perils. Вчера еще состоялось выступление представителя ФРС Булларда, который отметил, что американская экономика готова по-прежнему как минимум к одному повышению процентной ставки до конца этого года. А вот что касается рисков Брекзита, то они, скорее всего, будут нулевыми для американской экономики и никак не скажутся на темпах экономического роста. Где-то это мы уже слышали. Возможно, даже от прочих представителей ФРС, либо как позиция, которая присутствовала на рынке. Но для доллара в любом случае уже непосредственные прямые комментарии от влиятельных чиновников, это, конечно же, позитивный сигнал. Если и голосующие члены будут в перспективе ближайшей конференции разделять такую же точку зрения, и уж если к ней присоединится Джанет Хеллин спустя какое-то время, тогда мы будем продолжать спекулировать на теме того, что доллар можно покупать, потому что доллар готовится к еще одной нормализации процентных ставок, что может произойти до конца 2016 года. USD иена практически добралась до нашей среднесрочной цели 105 иен за доллар. Сейчас котировки 104.30, но я думаю, что мы доберемся и до планки в 105. Самое главное то, что новостной фон пока к этому располагает, и мы не собираемся, собственно, менять свое позиционирование. Еще хотел отметить канадца, который сегодня может оказаться одним из фундаментальных героев, поскольку в 17.00 по Москве ожидается решение Банка Канады по ставке. Если посмотрите на прогнозы, в целом ставка вряд ли будет пересмотрена. Я думаю, что действительно ее сейчас сохранят на прежнем уровне. Но вот на сопроводительное заявление после этого нужно будет обратить внимание. И намеки на то, что крайне низкие значения инфоинфляции создают возможности для задействования более агрессивных мер стимулирования, они могут стать причиной как раз серьезного давления на канадца. И если уж эту точку зрения будут подкреплять еще ожиданием снижения показателей ОВП, как следствие тех стихийных бедствий, пожаров, которые имели место быть в мае, тогда мы сможем дождаться решения по снижению ставки, вероятно, уже на следующем заседании. И то есть цикл такого девуляционного пресса национальной валюты у нас продолжится. Я надеюсь, что все-таки первым у нас отметится Банк Англии, потом, соответственно, Банк Японии. Может быть, следом пойдет либо ИЦБ, либо Банк Канады. По канадскому доллару USDCAD сейчас торгуется на отметке 1.3061, у нас цель по-прежнему 1.32. И, исходя из ожидания мягкой риторики со стороны Банка Канады, из ожидания возобновления снижения цен на нефть и роста доллара, я предлагаю не отказываться от цели все-таки пробить по паре USDCAD сопротивление 1.32. Из важных событий сегодняшней торговой сессии в 10.00, то есть через 11 минут, как я уже отметил, торговый баланс по Китаю, смотрим за динамикой экспорта и импорта и готовимся к слабой статистике, которая тут же может быть дисконтирована в слабости нефти. В 12.00 промышленное производство по еврозоне. Здесь я аналогии проводил со слабым отчетом по промышленному сектору Германии и предложил также вам сделать ставку на ослабление и этого индикатора в рамках всего валютного блока и, соответственно, давление на евро. В 17.00 ставка по Канаде и в 17.30 запасы нефти в США. Кодовое слово на сегодня ОПЕК, раз уж мы так много уделили ему в ходе сегодняшнего брифинга, величина бонуса 13%. Хочу заметить то, что этот бонус будет действовать до понедельника, поскольку в следующий раз мы с вами встретимся уже в понедельник в 9.30 по московскому времени. Связано это с тем, что завтра я улетаю в Уфу, поскольку там состоится наш традиционный уже за последний год семинар, который будет посвящен специфике трейдинга на финансовых рынках и психологии. Если у вас есть физическая возможность присутствовать на нем, буду рад вас видеть там и, соответственно, буду рад познакомиться. Контакты того, где он пройдет, вы можете координаты и местонахождение найти на нашем сайте в специальной рассылке и, собственно, страница, которая посвящена этому мероприятию. Со своей стороны хочу пожелать вам удачного завершения недели. Если пропустите какой-то фундамент, традиционно не волнуйтесь, в понедельник мы все наверстаем, подытожим, подведем итоги. И помимо брифинга у нас будет еще и возможность сделать это детально, максимально подробно в ходе вебинара, который состоится в 16.30 по московскому времени. На этом все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте про наш официальный канал на YouTube, про то, что на него стоит подписываться и, безусловно, оставлять ваши лайки и комментарии. Всего доброго. До свидания.